Друзья, всем привет! Совсем недавно, буквально на днях, в полку сгибаемых смартфонов в форм-факторе раскладушка прибыла. Компания Oppo представила свою новиночку. Новый сгибаемый смартфон, который получил название Oppo Find N2 Flip. Я, собственно говоря, сегодня здесь для того, чтобы вместе с вами посмотреть, а какой получилась данная новинка. Если вам интересно, усаживайтесь поудобнее и погнали! Основной большой дисплей у нас на 6,8 дюймов. Это AMOLED-матрица с частотой обновления 120 Гц. Данная панель поддерживает HDR10+, пиковая яркость 1600 нит и охват 97% цветового пространства DCI-P3. И по словам самой компании, эту злополучную складку посередине дисплея им удалось, ну просто, минимизировать и она практически незаметна в новинке. А на внешней стороне у нас маленький дисплей, ну как маленький, он самый большой в подобном роде устройств. На 3,26 дюймов это OLED-панель с разрешением 382 на 720 точек. Частота обновления стандартная 60 Гц, а защищает эту красоту фирменное стекло Corning Gorilla Glass 5-го поколения. Благодаря такому размеру данного дисплея удалось расширить и количество сценариев его использования. Среди них просмотр уведомлений и погоды, демонстрация QR-кодов, управление настройками, предпросмотр снимков, возможность использования в качестве экрана для селфи и многое другое. В принципе, все то же самое, как и у конкурентов, но дисплей действительно больше, чем у остальных. И лично мне, когда я увидел данную новинку, вот этот дисплей, располагающийся вертикально, а не как мы с вами привыкли, горизонтально, мне сразу подумалось о том, что именно вот на таком дисплейчике удобнее всего будет смотреть ТикТоки. Ну, сами посмотрите, этот дисплей внешне выглядит как дисплей для просмотра вот таких вот видосиков из интернета. Ну, а рядом с этим дисплеем располагается блок камер, который включает в себя два модуля, основной из которых на 50 мегапикселей. Это датчик от компании Sony IMX890 со сверхширокоугольным сенсором. И еще один модуль на 8 мегапикселей, сверхширокоугольный объектив IMX355, угол обзора 112 градусов. Ну, а внутри у нас в панчхолл вырезе посредине сверху располагается фронтальная камера на 32 мегапикселя. Также стоит отметить, что для обработки изображений компания оснастила данный девайс фирменным процессором Mary Silicon X. В сердце новинки располагается процессор от компании Mediatek Dimensity 9000+. По оперативной памяти все отлично, здесь три варианта на 8, 12 и 16 гигабайт. По внутренним накопителям также все хорошо. Два варианта на 256 и 512 гигабайт памяти. За автономность Oppo Find N2 Flip отвечает батарейка емкостью 4300 мАч. И это самая большая батарейка в подобном роде устройств. С быстрой зарядкой на 44 Вт и это также самый лучший показатель среди всех раскладушек, доступных на рынке. По словам Oppo, 15 минут хватит, чтобы зарядить смартфон до 34%, а на полную зарядку уйдет около часа. Еще из интересного по коммуникациям, здесь у нас Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, датчик NFC в комплекте и выход USB Type-C. Смартфон выйдет на рынок в трех цветах, черным, фиолетовым и бежевым с узором под мрамор. Ну что ж, друзья, вот такую вот новиночку для нас с вами представила компания Oppo. Новый, складной, крутой смартфон-раскладушка, который получил название Oppo Find N2 Flip. И теперь мы с вами плавненько подходим к тому, ради чего мы здесь с вами и собрались. Когда можно приобрести и по какой цене? Отвечаю на поставленный вопрос. Приобрести в Китае на всех возможных площадках уже можно прямо сейчас. Ну а ценник за базовую версию стартует от 860 долларов США. За версию 12.256 – 917 долларов. А ну а за самый фарш – 16.512 – 1000 долларов США. Также ожидается и глобальная версия данного смартфона. И премьера такой новинки состоится, скорее всего, на CS 2023. Итак, друзья, вот такая новиночка, вот такие у нее характеристики и вот такие цены. Что думаете вы по поводу Oppo Find N2 Flip? Свое мнение отпишите в комментарии к данному видео. Также отпишите, есть ли у вас какой-либо смартфон-раскладушка. И если есть, хотели бы вы ее поменять на вот такую новинку. Ну а я на этом буду заканчивать данный ролик. Если он вам понравился, обязательно ставьте свои царские лайки. Также подписывайтесь на мой YouTube канал. На мой Дзен-канал. На мой Телеграм-канал. И вступайте в мою группу ВКонтакте. А я с вами не прощаюсь. Мы еще увидимся в интернете. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok